Сегодня буду готовить итальянский апельсиновый кекс. Для рецепта нам понадобится 2 апельсина. Мы будем и цедру использовать, и сок. 250 грамм муки, 250 грамм сахара, 120 миллилитров подсолнечного масла, 80 грамм крахмала, 4 яйца обязательно комнатной температуры и пакетик разрыхлителя для сладкой выпечки. Муку, картофельный крахмал и разрыхлитель для сладкой выпечки нужно обязательно просеять. По рецепту нам нужны 2 апельсина. Сначала я сниму с них цедру специальной теркой. И только после этого буду выдавливать сок. Цедру с апельсинов сняла. Вот они такие остались теперь. И вот цедра готовая. Подготовила апельсины, разрезала их наполовину. И с помощью такой простой соковыжималки ручной буду выжимать весь сок. Все-таки красные апельсины я заменила на оранжевые, чтобы выпечка была красивого оранжевого цвета. Я продукт подготовила, теперь можно начинать процесс взбивания. Яйца должны быть обязательно комнатной температуры. Добавляем сахар, щепотку соли и начну взбивать до того момента, пока не образуется пышная масса, которая слегка должна побелеть. Масса стала воздушной, пышной, побелела слегка. Сейчас, продолжая взбивать, нужно добавить цедру апельсина. Продолжая взбивать, готовенькой струйкой добавить подсолнечное масло. Сок двух апельсинов. Получилось тесто. Теперь будем добавлять муку без использования миксера. Деревянной ложкой, буквально по чуть-чуть. Аккуратно вымешиваем снизу вверх. Вот таким способом. И вводим всю муку. Тесто получилось. Всю муку вмешала. Теперь будем отправлять форму для выпекания. Форму застелила специальной бумагой для выпекания. Но если ее у вас нет, то не проблема. Нужно смазать форму сливочным маслом или маргарином. Посыпать либо панировочными сухарями, либо мукой. И в тесто можно будет заливать такую форму. Тогда она не приклеится к ней. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на первые 10 минут. Потом температуру до 170-175 градусов убавлю. И оставлю остальные 20-25 минут выпекаться. В общей сложности кекс будет выпекаться 35 минут. Но следите каждый за своей духовкой. Знаем, что они разные бывают. И время, может быть, выпекания тоже разное. И проверяем, как обычно, деревянной шпажкой. Если она сухая, значит кекс готов. Вот такой апельсиновый кекс итальянский. У меня получился аромат волшебный стоит. Обязательно дождитесь полного остывания кекса. И только тогда вынимайте его из формы. Вот такой пышный и ароматный апельсиновый кекс у меня получился. Такой воздушный, в меру влажный, не сухой ароматный кекс. Вот такой красивый апельсиновый кекс. Приятного чаепития! Продолжение следует... Продолжение следует...